всем привет нас видео снова с разряда роя ловства славик полез проверять ловушку там что-то летает но полету я бы не сказал что там рой больше похоже на разведку ну славик решил слазить посмотреть что там у нас попало что-то или нет сейчас узнаем где-то там и поснимать нашел слова разведка я так и знал можно по деревьями не лазить полету в принципе было почти понятно что там разведка потому что когда рой есть то он есть там видно прилет отлет а когда так так вот друзья у нас рядом стоящая ловушка и и тут если рой есть то он есть не знаю как вам показать величить может видите снизу не очень видно ну тут если есть то есть так так что есть вот наша любимая березка я стихи вечно тут писал липкая березка дали нам немножко там правда и помните и вот у нас рядом стоящие тоже есть рой полет видно можно даже не лазить по деревьям видно что там есть рой так что из трех ловушечек у нас плюс 2 роя один пока разведка слова ну шо поздравляю то там рой там и сильный рой там полета видно тут слабыш так что словен сколько раю у нас уже в этом году с этими 13 с этими 13 ну число конечно не очень впечатляющие ну у нас еще в запасе есть тут рядом еще одна ловушка она сейчас сходим посмотрим может даже и 14 ну пока на нашем счету друзья 13 раев гудит то слышно он есть она даже по голову слышно ну а там там на там очень классный там видно что мощный да там полеты это ну что ж друзья вот такие у нас дела с раилов там так что 13 тоже неплохо зачем тебе раи ну шо ты с ними делаешь миллионером станешь что конечно расширять пасек зачем тебе расширять по тебе мало от наших пчел но зачем вот просто зачем вот я знаю зачем мне а вот тебе зачем ты молодой зеленый зачем тебе ладно смотри как летает классно так друзья ну что ж пошли мы с лавиком проверим может у нас там 14 есть но если есть я вам в описании напишу что заснимем ну фоточка если что сделаем да но нам надо сделать хотя бы давай сделаем устой ловушки когда привезем вечером заберем это друзья мы сейчас проверяем ловушки на наличие раёв потом и когда потемнеет едем их забирать всем привет репортаж с 5 метровой высоты у нас как всегда сегодня рубрика ловля раёв и вот хочу вам показать для тех кто не ловит раи а просто наблюдает как это все происходит вот такая ловушечка с двп шички вернее с фанеры ко мне просто пчелка прицепилась я опустился и вот так они летают друзья вот так так что про и ловим словен славян где-то там внизу вот он какой-то по счету рой шестнадцатый рой славян говорит если честно их уже не считаю потому что это знаете ну раньше считалось когда ловилась для счета сейчас уже это просто словили хорошо не словили тоже хорошо будут классно будут у их там много друзья я слышу что много ящички ну что ж все всем пока всем привет добрый вечер друзья сейчас полдесятого вечера приехали мы вот сыном слова нам где-то он пошел с фонариком приехали мы снять рой с поймали мы еще один не знаю какую же по счету ну ловим сын у нас тоже мой помощник говори привет ни в какую не захотел остаться дома с папой он папа помощник до пчелки в смотрит со мной пыльцу собирается мной поэтому поехал и раи снимать ну так что приучаем молодое поколение ну что ж друзья на улице полдесятого раи мы забираем поздно ну чтобы хоть чуть-чуть видно было потому что лазим по кустам по деревьям полной темноте это делать ну как бы не не очень хорошо поэтому словили мы рой как-нибудь вам сфоткаем покажем да ну все всем пока маши пока славян где ты там есть ну все друзья полезли мы снимать рой до новых встреч ну что же друзья наши лица не видно нас не видно мы возвращаемся домой тихонечко мы возвращаемся домой сняли мы рой я несу от своего паренька а славян сзади не знаю и видно вам а славян несет рой наверное это самый большой рой в этом сезоне потому что ловушка очень очень тяжеленная то есть мало того что там сто процентов залитом меда рамки с медом ну и сама сила семьи думаю не маленькая поэтому надо заснять и будет вам показать фоточки мы вам папа делаем а может видео так что вот такой у нас получился сегодня вечерний блог до новых встреч пока так друзья решили мы привезли сейчас рой решили мы славиком рой такой попался нам по весу очень тяжеленький мы решили прежде чем его пересаживать заснять заходи слав наш улов мы хотим взвесить то давай по нулях мы для себя первую очередь его взвешиваем так друзья 16 16500 вот такой рой мы словили 16500 получилось у нас с с ловушкой и ловушку мы потом отдельно взвесим и посмотрим сколько же рой мы постараемся вам завтра да будем пересаживать его и заснимем саму сам рой как-то так эльдара класс ты рои ловишь с папой моя ты лапка послушайте как он гудит гул стоит неимоверный сразу слышно что рой здоровенный ну посмотрим это все на видео все друзья встречаемся уже на пересадки роя всем привет приехали мы на тачок бог по словену пересадить рой который мы с вами по темноте снимали вот этот рой привет славян вот этот рой ну давай поставим посмотрим что пересадим потому что мне самому интересно мы вчера с друзья взвесили получилось у нас а сколько получилось 16 килограмм до пчелы конечно когда мы их забирали были такие как бы чуть-чуть нервные потому что чуть-чуть жалились сейчас посмотрим я конечно же раздетый в шортах урваных вот таких модных словен экипировался так ну да я сдалека давай давай славян видео идет ну что ж друзья вот мы вам ух ты ух ты вот так вроде бы ловушка на 7 рамок но видите что сделали оттянули язычок оттянули язычок язычок страхиваем а ну славик давай посмотрим язычок белый что касается воска да друзья мы говорим вас какой должен быть вот настоящий девственный воск нету здесь не напрыска не перги он белый белоснежный не желтый не зеленый он белоснежный так стряхивай туда вот такой рой получился смотрите что касается я быстренько пробегусь как мы ставим ловушки вот такие у нас ловушки мы делаем их с отходов в данном случае ловушка с фанеры очень легенькая вес там ее буквально там полтора килограмма у нас рамки есть старые без разделителей ставим сейчас переходим полностью на разделитель гофмана потому что он как бы продажа пакетов нужны как бы разделители и но все равно ловушки мы чуть-чуть прикрепляем если без разделителей гвоздиками чтобы они не ездили и вот так заряжаем раньше ставили старую сушь чтобы если своруют не жалко было но теперь мы ставим вощину вот смотрите у ловушки была вощина получается одна рамка две три четыре пять рамки вощины и две суши старой в принципе ставить не старую сушь это не оправдано из практики почему потому что вот мы с лавеллерой да и по сути это старая сушь которую нужно выбраковать она опять пойдет в семью ну то есть изначально нужно ставить нормальную сушь светлую светло-коричневую ну своруют те две рамки с ящиком ну пускай воруют нам как бы как сказать на добро на счастье пускай ворам будет да поэтому лучше ставить изначально рамки хорошие вот мы ставим последнее время вот такие так смотрите у нас рой просидел в ловушке не больше недели до мы проверяли было пусто потом через дней пять мы приехали рой уже сидел крайняя рамка была у нас залита медом отстроена это вощина была и смотрите она давай посмотрим засев ей да она засеяна засеяна и потянули язычки ну давай видно что рамка матка хорошая сеет хорошо ну в раях что касается друзьям раёв здоровья раёв ну смотрите когда мы открываем ловушку ну видно что даже что здесь ну совсем не больной рой понятно что на каждой пчели в каждом ли присутствует споры и бактерии ибо всех болезней это в любой семье здоровой но когда пчелосимя болеет она практически не родится там некому родиться здоровая семья семья это большое количество пчелы матка сеет вот она и родится поэтому из практики у нас практике не было ни еще еще ни одного рая хотя мы ловим их каждый в год и прошлом году сколько словами около 30 33 по моему 30 чем-то район мы словили ни одного не было чтобы были какая-то болезнь насчет клеща да клещ клещ может быть на пчелах но это зависит от кого он убегает язычки тоже засеяно а что-то я так разговаривал и это там что у нас засев был да а ты поставил вощину слайк сразу же расширяет вощиной и пересаживает так ну рой мы вчера взвешивали смотрите что там делается ведь вот такая ловушка ну видно пчел и принципе хотя вчера приставали но пчелы я смотрю серенькие однотипные слайк же ставит сразу вощину тут было сколько 7 рамок поэтому три вощины на такое количество пчелосили пчелы ну это легко про и всегда залито у нас очень активно сейчас цветет и липко и очень даже неплохо так выделяет поэтому сейчас у нас бы есть надежда что в этом сезоне мы будем с липкой носят челки хорошо уже начали даже мы в некоторых 6 рамочниках отбор липовых в липовый да я вижу что второй это я уже показывал он висит и он висит это это наш самый большой рой да это друзья у нас самый большой рой в этом году были рай и это у нас получился шестнадцатый правильно шестнадцатый этот рой и это самый большой рой по количеству пчел по по силе по этом не на я за этот год говорю то что в этом году это самый сильный сильный рой пчелы очень много ну по сути тут вот смотрите мы сейчас добавили три рамки славик поставил вощины и полноценная семья вот еще сколько здесь на стенках а ты матку не искал не находил матку славик не искал не находил просто чтоб ее не потерять где-то тут ящики раи мы привозим на точок бакфас здесь мы пересаживаем матка сеет мы смотрим что она как она чтобы семья укрепилась и потом славян благополучно меняет на наших маточек бакфас в этом году мы меняем на б-140 все б-140 себя довольно таки неплохо показала в этом году она в германии на лаутентале в отцовских б-140 томаса рупеля поэтому в принципе значит маточка неплохая ну и по дочкам принципе неплохо пакеты у нас люди брали то пока отходим давай отходим вот так мы об и пересадили вот это у нас такой рой получился я бы сказал это семья в этой будет семья по что еще хотел сказать сейчас мы поставим еще полоски от клеща на всякий пожарный вообще друзья по правильному по правильному раи не нужно вести как бы там ни было все равно на пасеку на свою пасеку на товарную пасеку на какую-либо лучше где-то поставить подальше от пчел каком-то другом селе хотя бы там на недельку-две чтобы пчелы прошли карантин обработать их от клеща чтобы не привести клеща на свою пасеку но будем честны откровенные мы везем их сразу на пасеку просто смотрим по пчелам радуемся этим пчелам ставим полоски пересаживаем и дальше не работает вот такой у нас получился рой ну вот видите как не хорошо вышло везде теперь рамки светлые а те рамки которые ставили в ловушку с черной суши они теперь засеяны до 1 засеяна это не засеяна это смеет на эту на край можно ее выбросить но все равно уже одна рамка получилась с черной которая засевом и как бы теперь жалко выкинуть как бы потому что там засеяна не очень бы хотелось сейчас бы неплохо чтобы он укрепился это трой набрал силу и принес себе метку на зиму да то есть мы не говорим о нам ну посмотрим посмотрим что она будет вот в принципе так сейчас она рассеется укрепиться и потом мы сделаем замену матки что мы делаем с этой маткой если матка классная мы ее можем оставить то есть ну реально классно что нам нравится да ну в основном мы стараемся поменять что было на пасеке ну вот если здесь бакфаст тут чистый бакфаст на точу карники я вообще в этом году ничего с раёв не везу мы все везем на бакфаст славик хочет здесь сделать мега крутую пасеку нас уже он там заселены 6 рамочники все теперь мы укрепляем именно точок сам бакфаст нам тут надо чуть-чуть еще поставить чтобы добить его укомплектовать полностью стоят у нас еще на одном корпусе но я может заметят почему на одном корпусе практически потому что мы рвали все семьи на заселение попали мы тогда помните майские холода дожди практически все шести рамочники сидели не развивались чуть-чуть был как говорится папандос эти семьи мало того что мы рвали во вторых мы продавали пакеты мы с этих семей к нам приезжали мы пакеты забирали тут оставались хвосты и много было продано пчелосемей с самих пчел поэтому на данный момент сегодня у нас июнь месяц какое 7 число 28 сегодня день молодежи у нас на одном корпусе на одном корпусе не потому что все плохо с бакфастом а потому что мы в этом году мы сделали ставку на разведенческую пасеку на пакеты отводки на мотководство но никак не на мед ну и количество пчелосемей наша задача сделать количество закрепить качеством а уже потом будем думать о меде что еще сказать полоски нам надо поставить слова мы забыли еще полоски поставить вот такие дела что там слова по шести рамочниках есть что-то показать тебе шести рамочник какой мы есть тебя такой пассивно силу глянуть ну что-нибудь на нас есть шести рамочник на 300 у рамку вот такой 22 корпуса 145 фирма апекс делает мы у нас 230 рамка но мы взяли в компании у нас как бы если лежаки он там где-то там мы взяли как бы у нас есть и один он один да у нас на трехсотую рамку посмотреть вот вот это то что у нас получается в принципе так ну что ж друзья вот такая у нас ситуация с роями ловим пересаживаем ловим я сниму это для видео почему зачем там кто-то спрашивал зачем мы ловим рай я так на себя на виду всем привет а то я за кадром кепка подарок от магазина интернет-магазина у ли им была еще футболка она есть и словена есть нам интернет-магазин подарил ну и кепку кепку слова бжолом я хотел отдать славику но стоит благополучно она на него большая поэтому я забрал ее назад так вот почему мы ловим рай я лично ловлю рай и для души для души это мой мое хобби в принципе пчелы это мое хобби все что связано с пчелами это наш заработок наш бизнес наш хобби наш отдых славик ловит рай потому что он стал пчеловодом совсем недавно и у него еще есть интерес знаете как больше пчел больше пчелосемей чтобы было он хочет чтобы у него было больше пчелосемей чем у меня ну может и будет но чуть попозже пока он набирает силы поэтому у него наверное стоит количество у меня количество правильно у него количество у меня это как отдых это просто когда идешь снимать рой проверять ловушку и видишь там прилет пчел просто начинается вот этот адреналин начинается думать гадать сколько там какой ну вот как вот этот рой который мы пересадили мы вчера его когда снимали он был тяжелый и просто было ну просто неимоверно было как я не знаю интересно что же там и какая сила и так дальше то есть это своеобразный адреналин отдых азарт не знаю спортивный интерес количество все таки да там сколько роев ставить ну и так дальше так что ловим раи не потому что там прям вот нужные пчелы пчелы у нас есть просто это но мне допустим больше нравится то есть есть такие вечера когда хочется пойти где-то на природу посмотреть и так дальше но все дальше и дальше лично я потихонечку как бы с этим при завязываю потому что ну нету времени очень много времени уходит на работу с пчелами но очень сильно стартанули у нас сейчас уже за больше чем 300 больше чем 300 нас уже пошло на 300 плюс пчелосемей и вот ловим раи тут точок бакфас добавляем поэтому я думаю будет еще больше и хочется жить хорошо развиваться понятно что нужно работать ну без труда не выловишь и рыбки поэтому вот такие дела друзья по раях в принципе все да и мы ловим наловили на сегодняшний день 16 штук у нас в архиве нашим по раях в принципе все там у нас цветет друзья не знаю видно вам цели пчелки очень классно берут погода у нас классная что еще липко цветет пыльцу пыльцу на тачке карника я собираю на тачке бакфаст как видите вот я покажу открытые пыльцесборники тут здесь мы не собираем потому что ну такие не очень сильные семьи я бы так сказал мы их сильно порвали покажи нам какую-нибудь семью вот смотрите а ну 10 рамок вот видите принципе ну пчелы есть но есть пчелы но не два не три корпуса у нас другие чуть-чуть планы в этом сезоне поэтому за медом мы не погнались цены нет есть другие приоритеты ну а там будем смотреть да все друзья видео у нас получилось длинное ну должно быть прикольно ставьте друзья лайки словену мы вам желаем удачного сезона хорошего сезона ловите раи не давайте им пропадать в лесу потому что они пропадут если где-то где-то долго не протянет без без человека все с вами был я иван фабро славен до новых встреч ставьте лайки пишите комментарии мы их конечно же сейчас не читаем но зимой мы обязательно все почитаем все всем желаем удачи пока удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok